здравствуйте дорогие друзья с вами Натали и канал для тех кто не сдается никогда сегодня я хочу ответить на еще один вопрос моих зрителей у меня спрашивают а не боитесь ли вы что выскочит протез то есть вот этот вот вывих протеза это тоже один из самых основных страхов людей у которых вместо своих натуральных суставов уже имеются эндопротезы да напоминаю канал изначально создавался для тех людей у которых есть проблема с суставами тазобедренные коленные любые и которые вынуждены их менять на эндопротезы и опять же напоминаю что у меня два два протеза уже это два дозобедренных сустава которые я ношу уже один два года другой полтора вот и слава богу все хорошо значит по поводу вывиха и вот этих вот опасностей значит что я хочу сказать первое у меня мама тоже у нее была эта же проблема и у нее несколько операций по эндопротезированию и были замененные суставы вот я смею вас уверить что те протезы которые ставились не там 10-15 лет назад они совершенно другие не такие как сейчас делаются вот тогда наверное достаточно остро стоял вопрос о том что что головка может выскочить то есть вот тогда головки были более такие плоские да и диаметр всего этого был гораздо меньше то есть это легче выскакивала легче легче были осложнения и было гораздо сложнее выполнять всю полноту весь спектр где движений сейчас все совсем по-другому то есть большая большая головка вот такая она обнимает вот этот вот внутри сам сустав да то есть для того чтобы она выскочила надо очень сильно постараться ну я вам скажу что что противопоказано противопоказаны резкие ударные движения собственно говоря именно поэтому допустим не рекомендуется примеру заниматься теннисом и горными лыжами да потому что в теннисе достаточно резкие движения вправо влево вперед назад а на горных лыжах даже если ты сам катаешься спокойно и хорошо не факт что в тебя какой-нибудь чайник не врежутся и не не собьет тебя ну хотя ты конечно стараешься увернуться но не всегда это бывает но я то лично не занимаюсь сейчас спортом просто потому что у меня колени болят то есть вот всю полноту движений я не могу выполнить сейчас исключительно из-за своих коленей да я абсолютно могу присесть прилечь подтянуть абсолютно полностью ноги к себе к животу наклониться вперед ну наклониться вперед мне сейчас приходится заново все растягивать потому что слишком долго не занималась но вообще основной основной принцип работы с собой да вот физически не нужно резких движений то есть если вы можно делать практически все только это должно быть вот вы должны начинать все движения либо сидя либо лежа например нужно делать всегда два два упражнения которые мне порекомендовал хирург это первое когда ты сидишь допустим на стуле и поднимаешь опускаешь ноги вверх то есть поднимаешь напрягаешь опускаешь расслабляешь поднимаешь на ну естественно носки на себя и так вот раз сто это очень хорошо укрепляет и колено и бедро и в общем все связки второе упражнение когда ты лежишь в кровати либо лучше на коврике и подтягиваешь для начала поочередно правое колено груди и вот так вот прижимаешь его к себе аккуратненько нежно потом отпускаешь потом опять то есть можно делать это уже потом и с двумя коленями но главное чтобы это было не резко а достаточно плавно вот если плавные движения то опасности вывиха и практически нет никакой то есть все неприятности происходят от резких ударных движений тогда он просто может выскочить а вот когда он движется плавно то нет этих проблем вот допустим со старыми протезами у меня мама не могла сидеть низко а я могу сидеть низко с самого практически там первых 15 дней то есть меня даже когда я была на реабилитации меня психотерапевт которому я ходила она меня заставляла сразу садиться сразу садиться и сразу как бы не бояться этого и не использовать никаких там не стен не палок ничего вставать садиться самостоятельно я и очень благодарна за это потому что она у меня убрала сразу вот этот страх а вдруг как-то не так что-то будет а вдруг что-то где-то выскочит нет этого не будет если вы будете разумно себя вести как бы не не прыгая со скал как я это делала когда-то когда получила травму то все будет нормально еще один вопрос перекрещивание ног то есть когда мы находимся в больнице нам врачи говорят нет нельзя перекрещивать ноги нельзя нога на ногу ну это вопрос спорный вот я нога на ногу не сижу наверное просто потому что у меня лишний вес и мне это неудобно но когда я лежу я очень часто нога на ногу закидываю то есть более того я делаю такие упражнения есть такое упражнение крокодил называется это нога на ногу и ты чуть-чуть поворачиваешься ну то есть это как бы немножко разминает твой позвоночный столб и растягивает все все позвонки вот поэтому еще раз повторю нет современными протезами нет такой опасности это опасность может быть там в первые первые три месяца еще когда не зажило и когда это все как-то так вот непонятно ну не укрепилась но спустя полгода реально ты у тебя полный спектр движений но это все надо разрабатывать если ты будешь считать что ты этого не можешь что ты этого и не сможешь вся наша жизнь вот так и построена как только ты считаешь что ты не способен на этот подвиг этот подвиг от себя уходит помахав тебе рукой поэтому я призываю вас быть смелее но при этом бережнее к себе вот вот это сочетание смелости и бережности она я понимаю что иногда страшно иногда страшно иногда ты не понимаешь не чувствуешь вот этого вот диапазона именно для этого люди идут на реабилитацию вот первые месяцы после трех месяцев я вам настойчиво рекомендую если у вас это есть возможность обязательно это сделайте потому что это реально дает ощущение насколько ты можешь двигаться но опять же школы реабилитации всюду разное вот допустим в смоленске меня охраняли о нет 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 это нельзя вам делать нет 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 это это давайте побережем давайте ну и так далее вот как то так было очень охранительный там единственное где разрешали много много работать над собой это в бассейне то есть вот эти все упражнения делались очень интенсивно и спокойно ну потому что вес там по крайней мере в два раза уменьшался да вот а зато в москве когда я делала вторую операцию мне доктор сказал нет вы все делаете вы абсолютно здоровый человек делайте все ничего страшного нет то есть и на корточки приседать и садиться на низкий этот можно уже вот мне точно можно когда уже прошло там полтора два года так что не пугайтесь если особенно если вы молоды если у вас сохранился мышечный корсет то вы можете заниматься и спортом но спорта он конечно должен быть щадящий в том смысле что вот резкие динамические нагрузки не стоит не стоит испытывать судьбу а так конечно в общем практически практически полноценный член физкультурного общества мои дорогие на сегодня все всем пока много 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 здоровья много 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 энергии и сил для для полноценной реабилитации и для полноценной жизни всем счастливо всем привет до новых встреч